Здравствуйте, в эфире Азовинфоспорт в студии Александр Истомин. Баскетбольная команда Торекс впервые приняла участие в чемпионате Ростовской баскетбольной лиги, которая стартовала в сентябре 2018 года. За все это время азовские баскетболисты успели завоевать признание болельщиков и уважение соперников. Сегодня у нас в студии гость, защитник команды Торекс Роман Костюрин. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Александр. Я предлагаю начать наш диалог с того, что сначала была азовская команда, которая выступала на городских соревнованиях и на областных соревнованиях. Что с того времени, какие изменения произошли и почему вы сейчас играете в Ростовской баскетбольной лиге? Что она из себя представляет? Это более серьезный чемпионат сейчас получается. Он поделен на 4 условные лиги. Ну как в условной лиге. 4 раздела. Где есть Элита, Лига развития, Лига старт и еще одна лига. Но это разделяется по уровню подготовки? Ну да, в принципе подготовка как кто играет. То есть чем ты лучше играешь, занимаешь первое место, переходишь выше. У нас пока третий, это как мы первый год играем. Но там сложная система. Получается, мы в своей лиге 4 игры, всего 5 команд, и 4 игры мы должны сыграть с каждой по 2 раза. 8 игр. И плюс по одной игре еще с нижней лигой, то есть с лигой старт. Итого там 13 игр мы должны в начале, в этом сезоне сыграть. И потом еще сложнее, интереснее начинается уже схема плей-офф. То есть там уже на выбывании, в том числе вот как мы доходим до определенной стадии, попадаем и на элиту, и на сильные команды, на очень сильные. В том числе сейчас, почему именно в этом, в Ростовской баскетбольной лиге, в области сейчас очень мало команд. Там осталось или 5, или 6 команд. Освещение этого турнира толком нету, то есть вообще. То есть оно на месте сидит. В этом чемпионате РБЛ, там есть в том числе, Таганрог, который участвует, тех команд от Таганрога. Потом Когольницкая, Батайск, Спарта, Динамо, Ростов. То есть все те же, почти все те же команды. Юфу, Ростов, тоже из Ростова. Все те же команды, которые заявлялись в Ростове. И поэтому, в принципе, мы ничего не теряем. Интерес есть, администрация помогает нам. Интерес сумасшедший, потому что там есть статистика, там ведется, видео снимаются, фотографии. То есть и для игроков, и для болельщиков это интересно. То есть, когда раньше мы с области привозили только пересказы, там какую-нибудь одну фотографию, в лучшем случае, там результат счет, то есть копия протокола. Все это, то есть максимум, что мы могли оттуда вытащить. Сейчас это все, там, там 40-50 фотографий во время игры, плюс полностью видеоотчет игры, то есть полностью видеоигры. То есть в записи человек может открыть, посмотреть, как играют. То есть, ну это интересно. В том числе для игроков посмотреть свои ошибки, кто какие совершал, там наоборот, там хорошие действия, правильные, там комбинационные, какой-то баскетбол, что получалось и что нужно дальше работать, ну в каком направлении. Вот. Ну и плюс вся статистика. Интересно, когда считают все-таки, когда ты забиваешь, или какой у тебя коэффициент полезного действия в игре, то есть насколько ты хорошо играешь. Вот. И сразу видно все ошибки своих соперников, там, своих товарищей, где, над чем можно тоже поработать. Как собирали команду, как выбирали, может быть, партнеров по команде? Кто этим занимался вообще? То есть, это было коллективное решение? Ну, я думаю, да, больше коллективное, но по секрету могу сказать, что в принципе получается без меня немного это получилось. Я уже подключился. Кто инициатор был? Инициатор был Чуков Антон и Тардайко Артем. Вот они в большей степени, ну, это насколько я понял, то есть они организовали, договаривались, сделали заявку, в том числе взнос, потому что все это затратное дело. Вот. Но зато играем в хороших залах, с хорошим судейством, все есть. Вот. И в принципе чемпионат, мы сыграли 9 игр, ну, 9 выиграли, осталось 4 игры в чемпионате и потом серия плей-офф, то есть еще достаточно длинный чемпионат получается, и главное, ну, конечно, в плей-офф я не хотелось бы проигрывать, но будем стараться. Если вы играете, вот сейчас 9 игр подряд, вы получается, выиграли? как вас воспринимают сейчас уже в самой лиге и изначально вот как к вам относились? То есть там... ну, все же так знают, что Азов хорошая команда, да. У нас пока получается в лигу развития определили, но на следующий год мы поднимемся во вторую, да, по значимости лигу, и там будем уже показывать свой класс. И тут же тоже свои интересы есть, в ростовской баскетбольной лиге развития никакого нет, то есть, ну, в смысле, дальше некуда идти, то есть, это вот максимум, то есть, если ты стал чемпион ростовской, чемпион ростовской области, это все, то есть, ты дальше Россия, там, ЮФО, ты не мог никуда поехать, а ростовская баскетбольная лига, это часть MLBL, то есть, молодежной баскетбольной лиги, вот, и, если ты попадаешь в тройку, по итогу всего чемпионатов плюс плей-офф, в тройку попадаешь, то есть, мы можем с третьей лиги, если будем выигрывать и плей-офф хорошо сыграем, мы можем попасть в тройку финалистов и попасть на чемпионат, отобраться на чемпионат Южного Федерального округа, да, то есть, идет, да, и там много, там, Волгоград у нас, Сочи, Краснодар, то есть, это все чемпионаты свои играют, и туда точно так же отбираются, и потом в определенные сроки проводится чемпионат Южного Федерального округа, там также разыгрывают места, то есть, как бы люди собираются, приезжают в определенном городе, в прошлом году в Ростове был, вот, и играют, выясняют отношения на площадке, все, спортивный принцип, все как надо, дальше, точно так же, первая команда автоматом проходит финал России, а остальную, вторую могут добрать, как бы, такой вариант, то есть, как бы, тут есть развитие дальше, то есть, можно, так сказать, поиграть даже в финале России, как мы уже раз делали, так что... Роман, ну, получается, соблюден участие в ростовской, областной, точнее, в областных соревнованиях, сейчас вы вышли на более освещаемый, высокий уровень, чтобы, более качественным, все правильно. И как-то внешний облик команды преобразить, немножко расскажите, просто смотрю, не заметите, что новая форма, да, спасибо нашим, да, спонсорам, у нас их, можно сказать, четверо, потому что администрация города, отдел спорта и физической культуры, вот, департамент социального развития нам старается помогать всевозможное, вот, плюс наши три спонсора, это Торрес, Каргалайн и Перозов, вот, они нам предоставили вот такие толстовки, помогли приобрести, две игровые маечки и шорты, и вот такую, ну, несколько вот таких вот маек, это для болельщиков, мы уже одну, можно сказать, разыграли, вот у нас вторая, вторую мы разыграем на следующей игре, то есть мы приглашаем на игру, у нас игра будет в ринге против команды Спарта, серьезный, неуступчивый состав, который очень, очень грубый и грязный играет, я немножко так могу сказать, потому что после них одни травмы остаются, и мы вот такую вот маечку, болельщику, даже если один придет, мы ему вручим, скажем, вот спасибо, что пришел, вот это Татьяна память от нас, от нашей команды, если будет несколько, мы вот эту маечку разыграем по спортивному принципу, либо бросочки, либо что-то интересное, чтобы у людей тоже осталось интересно, ну и постараемся дальше также проводить какие-то конкурсы, привлекать людей, молодежь в том числе, с удовольствием, будем всех ждать. Я так понимаю, что все игры проходят все-таки в Ростове, да, 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 дома в Азуе вы не играете? к сожалению. В площадке Ростова и как часто и вот следующий соперник у вас получается? В принципе, расписания вот твердого нет, потому что многое зависит от залов сейчас, потому что есть мероприятия. Как болельщик может узнать о том, где следующая игра вашей команды и куда он может приехать и вообще ли свободный вход и вот немного об этом, как организовано для болельщиков? Самое простое, я в принципе веду группу Баскетбол Азова ВКонтакте, также дублирую в Одноклассники, сейчас хочу еще на Фейсбук тоже выбрасывать информацию, чтобы это немножко так было видно, где и что, когда проходит. А самое основное, самое первое это на сайте MLBL Ростовская Баскетбольная Лига, там в принципе на ближайший месяц, ну, то есть на данный месяц всегда есть расписание команды. Вот. Ну и приложение также на телефоне все это можно смотреть, в том числе там все есть фотографии, видео, это все можно посмотреть. Так что... Роман, еще раз для зрителей, следующая игра где, во сколько и куда можно... следующая у нас игра 17 февраля получается, воскресенье, да, воскресенье в 11 часов в спортзале Ринха Ростовского Института Народного Хозяйства. Вот. Вход свободный, то есть главное здание Ринха это Садовая Ворошиловский. Туда можно прийти, спросить внизу на входе, вам все покажут куда подняться, как пройти в зал. То есть проблем с этим нет. Вот. Каждый желающий может прийти поддержать, мы будем только рады. Роман, благодарю, что вы нашли время посетить нашу студию за интересный рассказ, вас благодарю. Вам желаю, чтобы все-таки вы прошли стадию плей-офф и поднялись немножко дальше по лиге и вообще в принципе приняли участие и в том числе и в ЮФО. Да, было бы спасибо. Вам успеха, тоже спасибо, что пригласили. Всего доброго. Всего доброго. В минувшие выходные в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 состоялось первенство Южного Федерального округа по греко-римской борьбе. Участие в нем приняли спортсмены из восьми регионов страны. О том, какие результаты показали, подробности у наших корреспондентов. С 8 по 9 февраля на базе спортивной школы номер 9 состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Для спортсменов это считается отборочным туром. Его победители в дальнейшем примут участие в первенстве России. Первенство России будет уже в марте месяце в городе Иркутске. Вот здесь ребята, которые покажут лучший результат. Первое, третье место с нашего округа допускается на первенство России. И здесь хорошая, очень сильная команда Краснодарского края. У нас всегда участвует сильная команда участвует Крыма. В соревновании приняли участие 130 спортсменов из 8 регионов Южного Федерального округа. Среди них неоднократные победители призеры юношеских игр Европы и мира. У нас в борьбе более из таких больших семей, где там много детей. Многие из них стараются пробиться в жизни через спорт, показав высокие результаты. Потому что сегодня спорт у всех на виду. И как-то, конечно, они получают какую-то помощь. если парень показывает результат высокий, становится членом сборной команды. За последние годы, по словам старшего тренера Арминака Гайбаряна, все труднее становится воспитывать настоящих борцов, которым необходимо привить уверенность в себе, целеустремленность и выносливость. И первая причина тому – юный возраст нынешних воспитанников. Ну и родители, понятно, они хотят быстрее получить. 5-6 лет ведут ребенка уже на единоборство, но он еще не готов. Если раньше детей набирали после 10, 11, 12, 13 лет брали на борьбу, то сейчас 67 лет берут. Ну, конечно, не у каждого получается, это все-таки физический вид спорта, нужно быть сильным физически. Если мальчик приходит и 5-10 раз подтягивается, уже это самое нормальное, мы его берем на борьбу. Конечно, бывает, приводят, ну, совсем он физически слабый, это все-таки вид единоборства, где нужно физику, и выходит там сильным парнем, поэтому там стараемся вот так вот просматривать, отбирать. Греко-имская борьба – это зрелищный поединок двух спортсменов, где победителям становится тот, кто использует утвержденные правила приема, с помощью которых противник оказывается повержен. По итогам же данных соревнований в общем командном зачете первое место заняла Ростовская область, второй – Краснодарский край, третье – у Республики Адыгея. Что же касается Азовских ребят, то у нас бронзовым призером стал Владимир Мацукин, который примет участие в первенстве России в Иркутске в марте этого года. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азовинфо, спорт. 7 февраля в Оксайе состоялось первенство Ростовской области по мини-футболу среди женских команд в двух возрастных категориях. Участие в нем приняли воспитанницы спортивной школы номер 9. Для того, чтобы футболистки могли войти в тройку призеров, им необходимо было одержать победу. О том, удалось ли им это сделать, нам сообщила тренер по футболу Людмила Цуканова. 5-6 выиграл 1-0 у юности, а седьмой-восьмой проиграл у юности 3-0. Какие перспективы у девушек, которые выиграли? Которые выиграли, они могут попасть в тройку, а седьмой-восьмой уже вышли в тройку. Финал будет юг и север. С севера я не знаю, какие команды, а вот с юга будет, наверное, Дон выйдет, потом Грибной канал, вторые, и мы, и третьи. выйдем. И как будет разыгрываться игра? Ну, вот нас три команды и с севера три команды, потом они между собой играют, и получается кто-то за пятое, шестое, седьмое, восьмое, первое, второе, третье, четвертое. Ну так, кто на вылет, наверное, там будут играть. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин